Всем привет! Я сшила вторую поясную сумочку. Эта сумочка выполнена из кожзама. Выкройку я взяла совершенно другую, то есть это был другой мастер-класс. Она получилась немножко не такая, как я думала. То есть с моей стороны были неточности, поэтому она получилась не такая, как в мастер-классе. Внутри подклад я сделала также синего цвета. Подклад также синего цвета. Здесь потайной кармашек. Вот здесь мой косяк. Пристрочила подкладку, когда прокладывала шов. Еще думала по мастер-классу не было строчки, которая держит, ну которая как окантовка молнии, но я решила ее проложить и пожалела о том, что сделала это, потому что кожзам немножко потрескался от строчки. То есть в моем случае это получился такой кошелек на ремне. Мне почему-то не получается следовать выкройке. И так уже повторяю, стараюсь следить за тем, чтобы было точно, но все-таки у меня где-то что-то промах какой-то получается. И у меня детали не сошлись. Заднее и переднее. У меня осталось немножко места. Когда я уже больше половины снимочек прошила, у меня осталось место, то есть пространство осталось. И я решила сделать такую складку. Я ее не стала обрабатывать как эти выточки, не стала ее прошивать. Просто я сложила и завершила уже сумочку. Вот захотелось мне именно поясную сумку. Первая была из плащевки. Вторая кожзам. Мне понравился этот кожзам. Он мягкий. Моя обычная бытовая швейная машинка его взяла. В ближайшем будущем планирую себе рюкзачок из черного кожзама. А для дочери я взяла белый кожзам. Так как у меня молния была металлическая, я с ней никак не могла совладать. В общем, я закрыла рапсовой лентой уголки молнии. Вот такая сумочка получилась. Но это лучше, чем ничего в моем случае. Это моя вторая сумочка. Первый материал был плащевка. Второй кожзам. С кожзамом работать не сложно, так как он мягкий. Машинка его берет обычной лапкой. Будем пробовать, будем тренироваться, набивать руку.